Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, это будет очень красивый стрит-стайл, потому что это стрит-стайл выходного дня. Видео записано до того, как появилась информация о первых случаях коронавируса здесь, в Италии. Вот действительно, как написала одна зрительница, жизнь разделилась на до и после этих новостей. Ну что ж, подобную шубу, либо ее же, многие помнят, потому что на стрит-стайле новогоднем, рождественском, возможно, мы видели ту же самую сеньору. Эта шуба понравилась очень многим, действительно, очень красиво. Посмотрите, с белыми брюками. Безусловно, в России, наверное, в большинстве городов, где очень слякотная, очень много снега, белые брюки на зиму не подойдут, но посмотрите, как это красиво. На заметку, прежде всего, для весны. Сегодня мы увидим очень много людей, которые уже разделись, оделись по весеннему, и очень много людей, которые еще в шубах. Вот на самом деле, кому как захотелось, тот так и оделся. В этом есть прелести. Этой свободы, которую мы здесь имеем в Италии, одеваться так, как нам нравится, так, как нам хочется, как сегодня мы считаем уместным. Я снова обратила внимание, как будет хорошо смотреться черный капрон, черные тонкие капроновые колготки. После того, когда мы были все закрыты, на самом деле, черные тонкие капроновые колготки, не плотные, а именно тонкие, смотрятся очень красиво, очень женственно, очень секси, прежде всего, с черным пальто. И это стрит стайл белого пальто также. Белого пальто будет очень и очень много. И также мы увидим очень много шляп. И, в общем, мы увидим очень много красиво одетых людей, которых было очень сложно снять, потому что, когда выходной день, все гуляют, когда выходной день, тем более, это карнавальный каникул, очень много детей, и заснять кого-то крайне сложно, потому что постоянно перед объективом кто-то проходит. Я уже обращала внимание на такую ошибку многих мужчин. На самом деле, я думаю, они бы ее не совершали, если бы видели себя со спины, потому что, да, спереди смотрится красиво, когда мы держим руки в карманах, а вот сзади, сзади нужно себя, что называется, обозреть. И там, где нас женщин выручает сумка, нам, что называется, есть, куда пристроить руки, и, возможно, мужчина пользуется карманами именно по этой причине, что он не знает, куда ему, возможно, деть руки. Но, прямо-таки, другого объяснения у меня нет, я обратила внимание, ну, поголовно, практически каждый второй мужчина классно одетый, держит руки в карманах, и это очень и очень портит то, как он выглядит. Вот, кстати, посмотрите, хорошая альтернатива ношению рук в карманах. Я уже обращала ваше внимание, что итальянки очень любят пиджак. Меня часто исправляют, но я, прямо-таки, консультировалась. Нет, пиджак имеется в женском гардеробе, так вот, итальянки очень любят пиджак, и при первой возможности носят его вместо пальто с внуками, либо с юбкой. Возможно, многих сегодняшних стритстайлеров вы уже видели, потому что, так или иначе, они попадают в видео с другой тематикой. Но и в тот день было отчетливо для меня заметно, мы сами очень долго гуляли, мы гуляли и после обеда. Тех, кого я встретила до обеда, их же я встретила и засняла после обеда, но, возможно, уже в другом месте, поэтому вполне может быть, что многих героев вы узнаете. Также уже обращала внимание, что юбка из-под пальто смотрится, выглядывая таким образом, смотрится оно очень красиво, и, на мой взгляд, это снова достойный пример. На этот раз юбка кожаная, хотя, скорее всего, это эко-кожа, и опять мы видим очень большое количество кожаных леггинсов, а также кожаный брюк. Так вот, юбка из-под пальто – это красиво. Так же, как красиво смотрятся широкие брюки из-под пальто именно такой классической длины по середину голени. Под видео об аксессуарах, где я показывала свои любимые на данный момент аксессуары, мне был задан интересный вопрос, поступил очень интересный комментарий. Зрительница написала, «Яна, вы так хорошо снимаете стрит-стайл, вы выхватываете такие интересные образы, обращаете внимание нас, зрителей, на очень интересные детали, но сами вы одеты все время очень странно. При этом ваши дети одеты хорошо, и ваш муж одет хорошо, и, скорее всего, это все происходит при вашем участии. Почему же вы одеваетесь таким образом, каким вы одеваетесь? Неужели вы нас провоцируете?» У нас зрители написала, написала моя зрительница. Могу сказать, что доля правды в этом есть. Я человек, который признает любой стиль в одежде. Я считаю, что кому-то больше идет классика, кто-то здесь и сейчас себя лучше чувствует в классике, а кто-то будет хорошо себя чувствовать на самом деле в трениках с начесом. И отчасти потому, что я пытаюсь показать и в своих видео донести, что можно одеваться красиво за небольшие деньги, за минимум потраченного времени, и нет лучшего стиля здесь и сейчас, нет лучшего цвета здесь и сейчас. Все зависит от того, повторюсь, что нам идет, и в чем мы себя чувствуем комфортными. Я каждый раз действительно пытаюсь показать, что можно вот так, а можно и вот так. У меня, безусловно, есть свои предпочтения. Я люблю больше классический стиль. Очень многие мне написали, что в стиле леди-лайк мне очень хорошо. И могу сказать, что этим стилем... Кстати, как вы думаете, почему эти люди попали в кадр? Напишите в комментариях, кто догадается, почему они попали в кадр. Так вот, могу сказать, что этим стилем я владею в совершенстве. Это мой любимый стиль, мне в нем комфортно, и плюс моя внешность такова, что я выгляжу очень романтично. Этот стиль действительно мне подходит, возможно, даже больше, чем какой-нибудь спортшик. Хотя и спортшик я чувствую себя очень хорошо. Я могу сказать, что сейчас к одежде я вообще отношусь как к игре. Я считаю, что можно одеваться совершенно-совершенно по-разному. И именно это я и пытаюсь показывать, когда я вам показываю себя, как я одеваюсь. Мне что-то может нравиться, что-то может не нравиться на других, и на себе в том числе. Но это, что называется, имеет место. Посмотрите, как красиво снова смотрится шар. Длинный шар, вообще никак не замотанный. Посмотрите, как это здорово, как это свободно. На самом деле, сейчас мы живем в прекрасное время. Можно носить все, что хочется, все, что нравится, все, что идет, испытывать эту свободу и выражаться через одежду в том числе. Потому что одежда, конечно же, отражает наше настроение. Но одежда также способна нам наше настроение повысить, улучшить. Субтитры создавал DimaTorzok Часто я получаю комментарии, что многие зрители пересмотрели свой взгляд на то, как им хочется сейчас одеваться, как они одеваются, что они покупают и как обновляют свой гардероб. И многие написали мне, что у них появилась эта фэшн смелость, о которой я часто говорю. Я могу сказать, дорогие зрители, что и я тоже стала совершенно по-другому, именно совершенно по-другому ощущать себя, снимая красивых людей. Я точно так же, как и вы, вдохновляюсь. Я точно так же, как и вы, что-то подсматриваю. Не всегда приношу свой гардероб, просто обращаю внимание. Кстати, посмотрите, снова ботфорты. Ботфорты очень популярны. Ботфорты носятся вот так, и это классно. Как вы видите, очень большой разрыв. Ботфорты часто вызывают дискуссию на моем канале, в особенности, когда в ботфортах появляюсь я. Так вот, я могу сказать, что я тоже вдохновляюсь. И сейчас я к одежде отношусь очень просто и очень легко. Меня спрашивают, Яна, а не страдаете ли вы от своего минимализма, редко пополняя свой гардероб. Могу сказать, что нет. Я на самом деле к одежде стала относиться очень и очень просто. Я считаю, что можно себя классно ощущать, вот действительно в трениках с начесом. И можно себя ощущать некомфортно, и некрасиво, и неэлегантно, и как угодно, не модно, не стильно, и недорого, если ты одета прямо-таки с иголочки в последнем бутике была куплена твоя коллекция. Потому что на самом деле все зависит очень часто от нашего отношения, отношения к самим себе и то, как мы, в общем-то, смотрим на этот мир. Как часто мне тоже пишут комментарии, действительно красота в глазах смотрящего. И красота действительно часто в наших собственных глазах, когда мы смотрим на собственное отражение в зеркале. Желаю вам на самом деле видеть себя красивыми, ощущать себя красивыми и получать большое количество комплиментов. И поверьте мне, дорогие зрители, когда вы начнете ощущать себя красивыми, классно одетыми, модными и на стиле, именно тогда вы будете получать комплименты. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, солнечных дней, теплой погоды. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»